всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор с этого видео я начинаю небольшой видеокурс по работе системы управления версиями мы будем работать с гитом и гитхабом делать это в нашем редакторе visual studio code я вам очень сильно рекомендую потому что здесь есть очень удобная возможность для этих действий вот здесь у нас специальная вкладка если вы не смотрели обзор на этот редактор обязательно посмотрите ссылка появится здесь и в описании но сразу хочу сказать что этот курс будет состоять приблизительно из 5 видео плюс минус еще несколько также видео будут не слишком длинные по 5-10 минут для того чтобы слишком сильно не нагружать вас информацией потому что информация самого начала конечно же будет не очень хорошо восприниматься возможно так как она довольно сложная но тем не менее буквально через пару дней или неделю использования данной системы вы уже будете очень хорошо в ней разбираться и вполне сможете с ней работать на довольно хорошем уровне сейчас я сразу же хочу ответить на несколько вопросов которые у вас уже наверняка возникли и возможно возникали ранее что такое гид и зачем он нужен вам не нужно сохранять все свои изменения в отдельных каталогах где-то их сохранять и потом пытаться что-то в них найти откатиться к предыдущей версии кода здесь все намного проще вы просто работаете с кодом делаете какие-то контрольные точки в определенных местах и после этого вы можете их как просмотреть так и откатиться назад то есть это что-то наподобие истории ваших действий вы можете посмотреть любые действия если вам вдруг они не нравятся вы возвращаетесь к предыдущей версии вашего сайта например и работаете заново и вы ничего при этом не теряете вам не нужно где-то копировать код здесь все очень удобно сейчас я сразу же на реальном примере покажу как это выглядит и вы уже сразу же поймете что это действительно стоит изучать и понимать как с этим работать конечно же также если вы хотите серьезно заниматься разработкой то вам обязательно нужно уметь работать с этой системой потому что а большинство компаний работают в командах и вы будете так или иначе контактировать с другими программистами и конечно же чтобы это все происходило очень удобно вы будете использовать что-то вроде гитхаба есть конечно же и другие системы но гитхаба одна из самых популярных для того чтобы размещать там свой код это как бы облачное хранилище но она дает еще дополнительные возможности вот такие вот в виде истории и возврата к предыдущему вашему коду нам здесь немного предстоит работать с командной строкой в зависимости от того какая у вас операционная система это может быть терминал или же командная строка windows но это не играет никакой роли вот здесь у нас есть терминал снизу в данном редакторе его можно запустить вот здесь вот создать терминал также можно использовать конечно же стандартную командную строку но мы будем делать это по минимуму так как у нас в редакторе есть готовые специальные возможности для работы с гитом и теперь посмотрите у меня есть вот здесь вот такая вот вкладочка это плагин на нем я расскажу в дальнейшем а сейчас я вам просто хочу показать реальный рабочий пример данный код разрабатывает два разработчика и посмотрите внимательно здесь у нас синим текстом написано название скажем так нашей контрольной точки здесь таких изменений более десяти и мы можем любой из них просматривать например мы хотим просмотреть что было сделано вот в этом изменении мы видим здесь форма вверху написано и input и более менее понятно нажимаем на вот этот вот код это у нас код данного изменения и у нас появляются вот здесь вот такие вот файлики и теперь мы можем все это просматривать вот в таком очень удобном виде красным подсвечиваются строки которые удалены а зеленым которые добавлены вот здесь вот справа вы видите у нас есть также на полосе прокрутки вот такие вот зелено красные линии они показывают где код был удален где он был добавлен вот здесь мы видим просто была удалена пустая строка и все ничего более здесь не происходило а вот здесь добавлено довольно большое количество кода вот он зеленым выделен полностью и мы сразу же видим эти изменения если они нам не нравятся мы можем перейти к другому изменению и полностью откатиться назад так как будто это у нас резервная копия и сейчас я хочу вам показать еще одну возможность в этом видео сейчас я напишу здесь такую команду пока что вы можете сильно не вдаваться в подробности в следующих видео я уже буду полностью о них рассказывать а сейчас я хочу просто показать вам доступный функционал и попытаться заинтересовать вас в этой системе и убедить что она действительно стоит того чтобы ее изучить я пишу такую вот команду и жду пока произойдет загрузка данных сейчас я сделал загрузку последних обновлений данного проекта с онлайн репозитория то есть можно сказать это что-то вроде облачного хранилища где хранится вот этот вот код я написал данную команду и просто загружаю все обновления которые были произведены другими разработчиками которые работают над этим кодом то есть я ничего в этом коде не менял некоторое время и за это время другие разработчики наверняка что-то изменили добавили и сделали поэтому я пишу такую команду гитпол принимаю и вот теперь я могу посмотреть уже какие были сделаны изменения оценить их и в дальнейшем обсудить например с другими разработчиками если нам что-то не понравится мы изменим или оставим такой вот код как основной поэтому сейчас я нажимаю здесь обновить и также вот здесь я синхронизирую все наше древо далее запускаю вот эту вот нашу историю и мы видим здесь у нас комментарии добавил контент категории товар отзывы отлично я нажимаю на вот этот вот комментарий на ссылочку и я вижу здесь вот такие вот изменения зеленым подсвечиваются добавленные файлы как я понимаю это у нас изображение поэтому они здесь в редакторе не очень корректно открываются поэтому давайте я сейчас посмотрю код например индекс html я вижу был изменен и здесь вот они наши изменения давайте я сделал вот так и я вижу здесь довольно большое количество изменений я их просматриваю ознакомливаюсь с этими изменениями и после этого например могу запустить проект нажимаем go live и смотрю что же здесь изменилось что добавилось вот таким вот образом могу работать с этим проектом поэтому вот такая вот гибкая и очень удобная система я надеюсь я смог вас заинтересовать сейчас что гид это действительно очень перспективная ветка развития и вам обязательно стоит этим заняться посвятить немного времени и изучить в следующих видео я буду вам очень подробно и понятно рассказывать как установить и как работать с этим инструментом вот так вот как я сейчас показал здесь в принципе нет ничего сверх сложного главное обязательно смотрите эти видео и попытайтесь полностью вникнуть в этот процесс а для того чтобы не потерять данный плейлист добавьте его в закладки или же нажмите на колокольчик чтобы у вас постоянно были уведомления о новых видео на моем канале на этом вступительное видео я заканчиваю спасибо вам за внимание обязательно подписывайтесь ставьте лайки если вам понравилось это видео пишите комментарии задавайте вопросы и до скорых встреч в следующих уроках